Народный артист России Николай Николаевич Иванов. Время вручает Народный артист России Иван Иванович Расков. Народный артист Всего мира Александр Моисеевич Городницкий. Ну, давайте. Значит, прежде всего, что я могу сказать про своего тезку? Ну, он Николай Николаевич, а я Иван Иванович. Как мы решили одно, что мы тезки. Удивительная карьера у человека. В тюрзе работает, за ребятишек, там что-то играет все время. Ну, в кино какой-то волосатый, всегда какой-то встрепанный. Господи, Боже мой, такой простой. Ну, я не знаю, хуже воровства, знаете, как говорят. Простота хуже воровства. Саш, есть такое выражение? Есть. Да. Ну, он мне брал по духу. Как Петя Велимина, помню, как, кстати, было. Есть такие люди, которые встречаются в первый раз и сразу родные. Это счастье, когда такое встречается. Кстати говоря, это касается и второго вручанка. Саша Городницкого. У нас такая же история произошла. Может быть, поэтому нам и поручили вручать премию Ивану Ивановичу Ивановичу. Ну, ой, Николай, Николай. Извините. У тебя уолова есть дома? Вспоминается давняя майка, когда сам сам не Яблочкин, приходят актеры и говорят, «Самсанна, наша ульяночка актилица вышла замуж. Какое счастье, говорит она. За актера? Нет. Ну за режиссера? Нет. Ну как, хотя бы за рабочего сцены? Да нет, что вы? Какой ужас. Неужели из публики? Так вот я из публики». И я хочу сказать, что я обращаю честь в этом обществе, в этом здании, среди таких людей. Я хочу обращать одной из любимых моих актеров в эту премию, потому что он и критился стать, его лицо стало такой харизмой положительного типажа мужского. Целой эпохи, с которой связана моя юность. Второго такого я не видел. Еще и потому это для меня очень важно, что Зеленая Ильич Карабоцкий, его театр был целой эпохой. С пятого класса, по-моему. И там, в дальнейшие 20-30 лет. И этот актер, этот человек не изменил этому театру. Он остался в нем. Хотя я люблю разные возможности, но именно он сейчас привык символику этого театра. И он один из тех, на которых этот театр держится. И наконец, последнее. Родина малой не бывает. Но если родина бывает малой, то она с ним одна общая. Дело в том, что у них две. Когда в 42-м году на Васильевском острове мой дом сгорел на моих глазах в блокаду, то это было второе. Это колонна. Зеленитая Пушкинская, Блоковская колонна. Мы с ним даже учились рядом. Но я-то постарше. Я в 36-й мужской школе. А в той школе, которую кончал Николай, училась тогда девочка проверенного класса, которая была хорошо знакома, Диана Антоновича, которая была в любимом учительнице. Потом этому уложен намного. И даже директором школы. Поэтому я особую честь вручать этому человеку. Мы с ним, знаете, как-то одной судьбы. Одной крови. Хотя и разного. Спасибо. Давайте его подпишем. Ценение Андрея Долубеева присуждено Николаю Иванову за легендарный творческий путь, блистательное воплощение принципов актерской школы Зиновия Яковлевича Короботского и большую общественную работу. А может быть, что-нибудь и скажет. Прочти нам, Вася. Дорогие друзья, я чрезвычайно благодарен комиссии и жюри, я не знаю, как называется, тот, кто удостаивает этой премии, за то, что я оказался вдруг в кругу таких замечательных людей и сегодняшних людей, и тех людей, которые были награждены этой премией Андрюшиной раньше. Большая честь. Она очень теплая, эта премия. И я чувствую это по атмосфере, которая царит в этом зале, по тем, ну, каким-то человеческим флюидам, которые исходят отсюда со стены и из зала. Ну, она теплая, она родная, она очень близкая, это премия. Когда будем фотографироваться. И я чрезвычайно благодарен судьбе, у меня очень плохая память на числа и на даты, но где-то в середине 70-х годов я приехал в Краснодар, и там учащийся четвертого курса театрального института Санкт-Петербурга Андрей Долубеев играл главную роль в фильме, в котором мы потом начали с ним сниматься. Это был фильм, я хотел, чтобы вот тут показали нашу сценку, которую мы там с ним играем. Фильм назывался «Еще можно успеть» или «Слава Карасев». Удивительный режиссер снимал эту картину, режиссер, который потом снимал «Россию молодую» Илья Яковлевич Гурин. Ну, вот там я познакомился с Андреем, и я на всю жизнь влюбился в его. И это большое счастье, что мне вот Бог дал возможность с этим человеком познакомиться, и потом на протяжении всей нашей как бы общественно-творческой жизни мы с ним без конца пересекались, общались, и это было всегда радостно. Было всегда счастьем повидать Андрея и с ним поговорить хотя бы там каких-то пять минут. Спасибо тебе, Андрей, что ты был в моей судьбе, и что ты никуда от меня не уйдешь. Ты всегда будешь со мной. Спасибо тебе, дорогой. Ну, я хочу сделать маленький творческий подарок. Я хочу прочитать стихотворение моего любимого поэта. Вы его знаете, это стихотворение. Я просто хочу вам его напомнить. Оно про всех нас, это стихотворение. Скрипка издергалась, упрашивая, и вдруг развеялась так по-детски, что барабан не выдержал. Хорошо, хорошо. А сам устал, шмыгнул на горящий Кузнецкий и ушел. Оркестр тупо всматривался, как выплакивается скрипка, без слов, без такта. И только где-то глупая тарелка выязгивала. Как это, что это? А когда геликон меднорожий, потный, гаркнул дура, плакса, вытри, я не выдержал, крикнул почему-то Божия, полез через ноты, сгибающиеся от ужаса пюльпитры, бросился на деревянную шею. Знаете, что скрипка, мы с вами ужасно похожи, я вот тоже ору, а доказать ничего не умею. Оркестранты смеются, влип, как пришел к деревянной невесте, голова. А мне наплевать, я хороший. Послушайте, скрипка, давайте будем жить вместе, а? Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.